Я хотела бы понять, как выбрать организатора. По стилистике нам подходит три. Все приятны по общению, но на что обратите особое внимание. Александра, смотрите, первое, конечно, вам должны, безусловно, нравиться проекты организатора. Это безусловно, проекты агентства, с которыми вы хотите работать. Второе, по поводу общения. Да, вам человек должен быть приятен по общению. Третье, вы должны видеть в нем абсолютно компетентного человека. То есть, если вы понимаете, что на любой вопрос человек может дать вам компетентный, развернутый ответ, то, наверное, это хороший показатель того, что этот человек сможет точно так же грамотно, без каких-либо ошибок, без каких-либо провалов организовать ваше мероприятие. Поэтому серьезно реально подойдите к этому, потому что я действительно знаю массу случаев неприятных, когда где-то что-то не спросили, и там организатор где-то что-то не спросил, и просто в той же площадке или там тот же подрядчик об этом не сказал, потому что, ну вот его не спросили, он не сказал. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Вы должны видеть в человеке, который будет с вами работать, действительно компетентного специалиста, действительно компетентного специалиста по всем параметрам. Узнаете условия работы, узнаете, каким образом происходит оплата труда этого человека, каким образом заключается договор, устраивает ли все у вас по тем пунктам договора, которые есть у организатора, каким образом организатор работает с командой, что у организатора, каким образом происходит подбор площадок. То есть вот эти вопросы, я думаю, что они помогут вам определиться с выбором организатора и сделать правильный этот выбор, потому что компетентность человека вы, я думаю, что вы сможете в этом разобраться, я думаю, здесь моя помощь вам не требуется, и вы прекрасно поймете, насколько человек компетентен или нет, насколько человек понимает, о чем он говорит или не понимает, о чем он говорит. Плюс, насколько давно этот человек работает, потому что бывает такое, что там у человека 2-3 проекта, вот он сделал, да, они выстрелили, они классные, они красивые, но, опять же, ну, кто он там был на этих проектах? Бывает такое, что девочки, начинающие девочки размещают к себе фотографии, где они просто работали координаторами, например, они не организовывали эти проекты, они их туда пригласили, как таких вот сторонних координаторов, так скажем, они поработали и разместили в итоге к себе в портфолио эти проекты. А по факту человек не знает, как организовать этот проект, он не знает, с чего начать, он не знает, как работать, он не знает, как взаимодействовать, он не знает подводных камней с площадками, он не знает подводных камней в день мероприятия, он просто этого не знает, потому что он никогда этим не занимался, но проекты и по общению этот человек может быть абсолютно приятен. Поэтому, конечно, к выбору организатора нужно серьезно подойти и человек должен быть, еще раз повторюсь, очень-очень компетентным и устраивать вас по всем параметрам. и линда